Этот чёртов адвокат, скотина, звонит мне из Техаса и говорит, ваш брат умер. Айрон, прими наши соболезнования. Он давно сбежал из дома, и мы думали, что он уже сдох. И вот теперь адвокат говорит мне, что оказывается, мой брат был миллионером. Миллионером? Вот это да. Да, невероятно везёт всяким ублюдкам. А ты свою долю с этого получил? 35 тысяч. Это всё, что он мне оставил. Долларов? Да. Здорово. Это как в лотерею выиграть. Идиот. Ты знаешь, что правительство теперь откусит у меня половину этой суммы? Бедный Байрон. Ужасная вещь, удачи. Да уж, смотри, не расплачься. У некоторых всё просто... Ты что делаешь? Работай, живо. Заплачешь налоги, но всё равно у тебя ещё останется. Может, и хватит на машину, а что потом? Да, заплати налог на машину, заплати на техосслуживание, за ремонт и прочее. А в конце года мне придётся ещё платить налоги. Из своего кармана. Дядя Сэм сперва запускает руку в карман, а потом так её сжимаешь, что сиськи синеют. Энди, Энди. Что он делает? Они уже убьют его. Тоже мне брат называется. Мистер Хэдли, вы доверяете своей жене? Как смешно. Но будет ещё смешнее, когда я заставлю тебя сосать мой член. Вы не думаете, что она попытается обмануть вас? Ну всё, урод. Хочешь умереть? Он сбросил его. Вы не знаете, как сохранить 35 тысяч. Я знаю. Что ты сказал? 35 тысяч. 35 тысяч? Целиком. Целиком. До цента. Ну что же, раз так, давай рассказывай. Отдайте эти деньги своей жене. Налоговая позволяет единовременные дары одному из супругов на сумму до 60 тысяч. Ерунда какая-то. Без налогов? Совершенно верно. Без налогов. Ты тот умный банкир, который убил жену. Почему я должен доверять тебе? Я сейчас покончу с тобой. Это же абсолютно легально. Позвоните в налоговую, вам это подтвердят. Я думаю, вас обманули. Вас просто неправильно проинформировали. Ещё не хватало, чтобы какой-то убийца давал мне советы. Конечно нет, но понадобится человек, который оформит вам этот подарок, а адвокат обходится недёшево. Не все ублюдки. Точно, но если подумать, то я и сам всё это устрою. Это избавит вас от крупных затрат. Принесите документы, я всё оформлю бесплатно. Я прошу только по три банки пива для каждого из моих соработников. Соработники, боже мой. Ну и придумал. Думаю, в такую жару человек будет лучше работать, если выпьет баночку пива. Сэр. Что вы лупились? Давайте работайте. И получилось так, что в предпоследний день работы команда заключённых, крывшая гудроном крышу тюремной фабрики весной 1949 года, сидела кружком в 10 часов утра и потягивала ледяное пиво старое богемское. Благодаря щедрости самого строгого охранника тюрьмы Шаушенк. Петь пока холодная, дамы. Этот охранник, урод, сделал широкий жест и показался нам великодушным. Мы сидели и пили пиво, и было такое ощущение, будто мы свободные люди. С таким же успехом мы могли бы крыть и крыши своих домов. А Энди в это время сидел в тени, смотрел с улыбкой, как все мы пили его пиво. Субтитры создавал DimaTorzok